Добрый вечер, в эфире Вести, Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня состоялась очередная отправка груза участникам специальной военной операции. Оперативный штаб республики практически с начала СВО находится в непрерывном взаимодействии как с военным комиссариатом региона, так и с руководством воинских формирований, постоянным местом дислокации которых является Крачево-Черкесия. На этот раз региональный оперштаб получил запрос на питьевую воду, теплые вещи и продукты питания. Груз, предназначенный для наших военнослужащих, сформирован стараниями ряда представителей бизнес-сообщества и неравнодушных жителей республики. Также национально-культурная автономия «Осетин-Крачево-Черкесия» отправила в зону специальной военной операции конкретно для бойцов нашей 34-й отдельной мотострелковой бригады дизельный генератор и теплые вещи. Груз состоит из более чем 17 тонн воды, которую предоставил Корчевский район. Также мы отправляем более 400 килограмм продуктов, которые предоставил ИП Абитов Мухаммед. Мы отправляем одежду, которую предоставила Альмира Иркенова. В рамках этой работы мы отправляем сегодня более 5 тонн питьевой воды в Ростовский военный госпиталь. Эту воду мы отправляем по запросу по обращению военкома нашей республики, к которому в свою очередь обратился Ростовский военный госпиталь. И эту воду предоставила ООО «Астория» в лице генерального директора Манафа Гаппоева. Работа, которую ведет региональное отделение в рамках оказания помощи именно нашей мобилизованной, она продолжается, будет продолжаться. Хотелось бы поблагодарить всех причастных, которые оказывают помощь и продолжают обращаться к нам в региональное отделение с вопросами, как помочь, чем помочь. Поэтому, конечно, это очень и нас радует, и радует тех ребят, которым эта помощь непосредственно оказывается. Также мы продолжаем работу совместно с правительством нашей республики, с администрациями районов по оказанию помощи семьям военнослужащих, которые сегодня находятся в зоне проведения специальной военной операции. Жители села нашего и осетинопрождающих Карачао-Черкесии быстро откликнулись на отклик, что помочь надо как-то. Мы связались с военкоматом, с Единой Россией и определили, что для них сегодня актуальны это генераторы и теплые вещи. Сегодняшний груз очень востребован, особенно хочу отметить дизельный генератор, теплые носки, теплая одежда, это продукты питания, тоже очень-очень необходимы для наших ребят, для того, чтобы они более комфортно себя чувствовали, чтобы могли выполнять свой долг перед Родиной. В Карачао-Черкесии почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Торжественный митинг открыл министр внутренних дел Республики Олег Мальцев. Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшим сотрудникам, которые служат примером выполнения гражданского и воинского долга. А в наших сердцах останется вечная память о них, сказал руководитель ведомства. Присутствующие почтили память своих коллег минутой молчания. Участники мероприятия возложили цветы и венки к мемориалу, на котором высечены имена погибших сотрудников органов внутренних дел. В этот день Министерство внутренних дел по Карачао-Черкесии уделяет особое внимание семьям сотрудников, отдавших жизнь в борьбе с преступностью. Представители ведомства, советы ветеранов встречаются с членами семей, оказывают им моральную и материальную поддержку. Данная работа проводится на постоянной основе. В Черкесске появляются новые микрорайоны с современной инфраструктурой. Один из них – Северный. Около четырех лет назад здесь открылся отвечающим всем современным стандартам онкологический диспансер. С того времени у специалистов медучреждения значительно выросли как объемы работы, так и география пациентов о направлениях и методике лечения онкобольных в республике в репортаже корреспондента Артура Мхце. Мы сюда приехали, познакомились с нашим хирургом Маховым, он нас оперировал. И вот до сих пор мы к нему по всякому поводу и всем рекомендуем. Приезжала ко мне даже племянница из Ставрополя, она тоже работает в мединституте и в больнице. Говорит, какая чистота, какой порядок. Услышать подобное от жителей разных регионов Юга России, которые пользуются услугами республиканского онкологического диспансера, дорогого стоит. Персонал учреждения и до открытия в северной части Черкесско-современного центра делал все возможное для оказания помощи больным. Но когда направлений работы стало больше, сюда начали приезжать не только те, кто после первоначального вердикта врачей искал спасительную соломинку. Значительно увеличился и коллектив специалистов. Пациентам теперь не приходится уезжать за пределы. Они могут все, что нужно, получить у себя дома, все виды лечения. Поэтому я считаю, что это очень большое достижение. Губернатор наш Рашид Борисбевич лично курировал эту стройку, смотрел, какая цветовая гамма. И он постоянно приезжал туда и внес очень большой вклад. Поэтому мы, коллектив, очень довольны. Как-то мы переехали в это прекрасное знание. И знаете, это дает тебе стимул, что ты приезжаешь в учреждение, а у тебя все есть. Так выглядел онкологический диспансер лет пять назад. Далеко не каждый в то время верил, что задуманное удастся воплотить в реально работающий проект, ради которого некоторые врачи специально переехали в Карачао-Черкесию из других регионов. Собранная главврачом Зубером Маховым команда пополнялась молодыми кадрами. А метод наставничества позволил воспитать из них собственных экспертов в своей сфере. На данный момент, как мы видим, проходит сам сеанс облучения. За пациенткой проходит аудио и видеонаблюдение. В случае ухудшения состояния, либо же появления тех или иных жалоб, мы можем прекратить сеанс. В нашем отделении проводится один из видов специального онкологического лечения, такое как лучевая терапия. Проводится два вида лучевой терапии – дистанционное облучение и контактная лучевая терапия. Дистанционная лучевая терапия проводится на линейном ускорителе Варен-Люник, а брахитерапия проводится на аппарате с Агеновым. Направлений для оказания помощи в диспансерии немало. Впрочем, медучреждения стараются идти в ногу со временем и внедряют всё то, о чём раньше в регионе и не мечтали. Так, с недавних пор появился таракальный хирург, благодаря чему можно, не выезжая из республики, прооперировать лёгкие. Хирургический метод лечения в онкологии является основным. Он позволяет добиваться полного излечения абсолютного большинства злокачественного образования. Лучевая терапия, химиотерапия – это важные, но дополняющие методы. Хирургический метод лечения, ещё раз говорю, это основной. В онкодиспансерии для оказания хирургической помощи онкологическим больным есть все условия. Здесь развернуты четыре операционные, оснащённые всем необходимым оборудованием, в том числе эндоскопическим, для выполнения малоинвазивных операций. А это уже гематологическое отделение диспансера, которое может похвастать не только предоставлением комфортных условий для пребывания пациентов, но и набором всех лекарственных препаратов, которые используются в мировой практике. Гематология вообще считается локомотивом инновационной медицины. Все новые иммунопрепараты, химиопрепараты, они все открываются в гематологии. И в первую очередь они используются на гематологических пациентах. Вот сейчас у нас все эти возможности есть. Это таргетная и иммунная дорогостоящая терапия. Прошли те времена, когда больные ради оптимального варианта лечения были вынуждены уезжать в другие регионы, тратить в поисках врачей огромные средства. Сейчас практически все, что в передовых клиниках используется для оказания помощи онкологическим больным, имеется и в Карачаево-Черкесии, в том числе специалисты. Артур Макци, Олег Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью и утром в горах небольшие осадки, дождь, снег, туман. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 4. В горах до 6 градусов мороза, а днем 10-15 выше нуля и местами до плюс 8. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесии без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура ночью плюс 1,3, а днем 10-12 градусов тепла. Новая коллекция шуб в магазине «Вятские меха». Участвуй в бонусной программе и получай дополнительную скидку на покупку шубы. Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Вятские меха». Троллейбусная остановка на кругу. Улица Кавказская, 42. Город Черкесск. Палундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2,96, 58. Спешите узнать тайну пирата. Продолжаем выпуск. В правительстве обсудили увеличение объемов поставок газа на курорты республики. Напомним о необходимости запуска дополнительных объектов газоснабжения в Карачаево-Черкесии. Речь шла в ходе недавней встречи главы Рашида Тимрезова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе данной встречи, был поднят вопрос эксплуатации газопровода высокого давления Зеленчук-Архыс-Дука и газопровода ТРЗ «Красный Восток». Отметим, что только в рамках реализации программы социальной догазификации количество потребителей в Карачаево-Черкесии в текущем году увеличится на более чем 3 тысячи потребителей. По итогам обсуждения, стороны разработали комплекс совместных мероприятий по вводу в промышленную эксплуатацию автономной газораспределительной станции «Зеленчукская-2», подключение к газоснабжению, которое планируется в 2023 году. В Черкесске в парке культуры и отдыха Зеленого острова для детей мобилизованных граждан организовали спортивно-развлекательный квест «Остров-сокровищ». 14 участников Центра образования номер 11 «Черкеска» по старинной карте, преодолев разного рода трудности, болота, овраги, стремительные ручьи, добрались до клада с сюрпризом. Наградой за все испытания для ребят стал поход в пиццерию. Всей дружной компанией юных кладоискателей. Кроме того, ребята, успешно прошедшие испытания, были награждены значками «Юный турист». Организаторы мероприятия – региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения, и региональное отделение партии «Единая Россия». Основной целью этого мероприятия – это, конечно же, показать ребятам, что мы все вместе, мы поддерживаем и их родителей, и их в эту для них нелегкую минуту. Ну, а кроме того, мы популяризируем здоровый образ жизни. Мы проходили разные квесты, искали сокровища. Классно очень. На квесте мы проходили препятствия, потом мы нашли клад, там лежала записка, и я получила вот такой значок. Совсем скоро зима вступит в свои права, поэтому любительница меховых изделий пора спешить за обновками. Ведь сегодня в Черкесск снова приехала выставка «Снежка». С 9 по 15 ноября включительно в Центре развития предпринимательства на улице Горького 8 пройдет грандиозная выставка продажи шуб со скидками до 30%. Альбина Курочинова-Кенжева расскажет подробнее. На выставке «Снежка» огромный выбор шубок для милых дам. Даже самая капризная девушка найдет себе по вкусу идеальную шубу из огромного количества вариантов. Если вас интересует качество меховых изделий, тогда вам обязательно нужно посетить «Снежку» и примерить любую понравившуюся модель. Мы рады вам сообщить об открытии нашей огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. И приглашаем как жителей, так и гостей города на нашу ярмарку норковых шуб. Огромный выбор, более тысячи моделей, различных фасонок, длинных, цветах. Любую шубку можно приобрести в рассрочку в самых выгодных условиях от 6 до 36 месяцев. Без первоначального взноса и без переплаты. Приятным бонусом, конечно же, будет меховой жилет в подарок. Самая приятная новость – то, что мы снизили цены в самый разгар мехового сезона. Скидки до 30% на весь ассортимент. У каждой шубки имеется электронный паспорт. Покупатель может самостоятельно проверить всю историю изделия. Все наши изделия российского производства сертифицированы и чипированы. На каждой шубе имеется такой чип. Каждый покупатель при желании может с помощью обычного телефона проверить историю, все характеристики данной шубки. Администратор Анна поможет выбрать из огромного ассортимента то, что подходит именно вам, и подскажет условия рассрочки. При оформлении именно этой жемчужной норковой шубки в рассрочку платеж ежемесячный составит всего 4300 рублей. Роскошный жакет в цвете пастель обойдется для вас всего 3200 рублей в месяц. Популярная модель «Трансформер» в черном цвете ежемесячный платеж составит 3500 рублей в месяц. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Выставка будет работать только до 15 ноября включительно в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8. С 9 утра до 8 вечера. Все дни для вас доступны скидки. Рассрочка на 3 года без первоначального взноса и переплат. Плюс меховой жилет в подарок. Альбина Курочинова-Кенжи Валек Малхожев. Вести. Карачаево. Черкесия. Это все вести. А прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Художник». Альбина Курочинова-Кенжи Валек Малхожев.